Здравствуй, дорогой ученик! Сегодняшний урок Аутбре посвящен решению квадратных уравнений. Что значит решить уравнение? Это значит найти все его корни или показать, что их нет. Ключевым тут являются слова все корни и, оборот, показать, что их нет. То есть у уравнения может быть не один корень, а может быть несколько корней. Или же наоборот, уравнения может не быть вовсе корней. Тогда необходимо показать, доказать, что корней вовсе нет. Какие способы решения уравнений тебе известны? Какие методы тебе доводилось применять? Выполнение обратных действий, выполнение равносильных преобразований уравнения, перенос слагаемых, разложение на множители. Но для эффективного быстрого решения квадратного уравнения применяется еще один способ. Это способ решения уравнения по формулам. Есть некоторые формулы, по которым решают квадратное уравнение. Вот выведены, получены эти формулы уже с применением вышеперечисленных методов. На уроке сейчас рассматривать вывод этих формул мы не будем. Этот вывод есть во всех учебниках математики, его можно найти и в интернете в том числе. А вот сейчас мы будем применять эти формулы и рассмотрим, что же означают эти формулы. Итак, формула х первое второе равно черта дроби в числителе минус b плюс минус корень квадратный из выражения b квадрат минус 4ac, а в знаменателе 2a. Вот это формула корней. В этой формуле, во-первых, есть х1,2, что указывает на наличие двух корней уравнения х первое и х второе. Первый корень ты получишь, если в числителе будешь брать знак плюс, и второй корень ты получишь, если возьмешь в числителе знак минус. Выражение, которое является подкоренным, называют дискриминантом квадратного уравнения. Слово дискриминант имеет латинское происхождение. В латинском языке прародители этого слова обозначают различать. Что же различает дискриминант? Дискриминант различает количество корней уравнения. Если дискриминант будет отрицательным, значит корень извлечь нельзя будет. И в этом случае квадратное уравнение не имеет решений. В ответе нужно будет написать корней нет. А если дискриминант проложителен, тогда нужно будет посчитать два значения корня, взяв для одного значения в числителе знак плюс, а для другого значения в числителе знак минус. Ну а если дискриминант равен нулю, в таком случае формула будь примет следующий вид. Корень из нуля это ноль, плюс или минус ноль. Безразлично это не меняет выражение, и поэтому корень будет один единственный. Так что в случае, когда дискриминант равен нулю, корень будет только один. А сейчас рассмотрим несколько примеров на нахождение корней квадратного уравнения. Пример первый. Нужно решить уравнение х в квадрате плюс 8х плюс 12 равно нулю. Коэффициенты этого квадратного уравнения. Коэффициент а равен 1, b равно 8, c равно 12. Вычисляем дискриминант. b в квадрате, это 8 в квадрате, минус 4 умножить на 1 и умножить на 12. Упрощаем. Получаем 64 минус 48, это равно 16. Поскольку дискриминант больше нуля, значит уравнение будет иметь 2 корня. Пользуемся формулой дальше. Подставляем дискриминант в формулу корней. х первое второе равно минус 8 плюс или минус корень из 16 и разделить на произведение 2 и 1. А теперь по этой формуле можно найти 2 различных корня. х первое со знаком плюс. Получаем число минус 2. х второе берем со знаком минус и получаем число минус 6. Мы нашли 2 корня. Не ошиблись ли мы в вычислениях? Правильно ли найдены этих корней? Поскольку уравнение в условии приведенное, значит можно выполнить проверку по теореме диета. Я напоминаю, согласно теории Мевьета, произведение корней равно последнему коэффициенту, а сумма корней противоположна второму коэффициенту. Находим произведение. Минус 2 умножить на минус 6 – это 12. А если найти сумму минус 2 прибавить минус 6 – это минус 8. Противоположное число – наш второй коэффициент. Итак, можно записать ответ данного уравнения. Есть 2 корня – минус 2 и минус 6. Пример второй. Нужно решить уравнение. х в квадрате плюс 6х плюс 12 равно 0. Начинаем решение уравнения с вычисления дискриминанта. b в квадрате – это 6 в квадрате 36. Минус 4 умножить на а единица и умножить на с – это 12. Значение дискриминанта – минус 12. Дискриминант отрицательный. Делаем вывод сразу, что уравнение не имеет корней. Третий пример. Уравнение х в квадрате плюс 400 равно 40х. Я напоминаю, первое основное правило при решении квадратных уравнений. Все слагаемые нужно перенести в одну сторону от знака «равно». Кроме этого, нужно расположить их по убыванию степеней. Это поможет безошибочно определить коэффициенты квадратного уравнения. Сначала старшая степень – квадрат, потом линейная слагаемая – первая степень, и последним должен быть записан свободный член. Вычисляем дискриминант. Дискриминант равен 0. Значит, уравнение будет иметь 1 корень. Для вычисления этого корня используем формулу, подставляя в нее найденное значение дискриминанта. Подставляем значение коэффициентов. х равно минус 40 разделить на 2. Это равно 20. И ответ – число 20. На прошлых уроках были рассмотрены приведенные и неполные квадратные уравнения. В случае приведенных и в случае неполных квадратных уравнений формула корней применяется точно таким же образом, только в случае приведенного уравнения формула несколько облегчается, потому что а равно 1, а умножение на 1 всегда облегчает вычисление. Кроме того, если уравнение приведенное, то, найдя его в корне, можно проверить их правильность, используя теорему Виета. Для того, чтобы решить неполное квадратное уравнение по формулам корней, решим пример четвертый. Нужно решить уравнение 3х в квадрате минус 27 равно 0. Здесь коэффициент а равен 3, коэффициент b равен 0, а вот коэффициент c – минус 27. Подставляем в формулу дискриминанта, получаем дискриминант равен 324. Теперь нужно подставить числа в формулу корней. х первое второе равно плюс-минус корень из 324 разделить на произведение 2 и 3. Отсюда х первое равно 3, х второе равно минус 3. Получили два противоположных числа. Если ты вспомнишь то, что мы рассматривали для неполных квадратных уравнений, если неполное квадратное уравнение такого типа имеет корни, то эти корни – противоположные числа, как в данном случае. И пятый пример. Еще одно уравнение. 2х в квадрате плюс 5х минус 2 равно 0. Сначала вычисляем дискриминант. Он равен числу 41. Следовательно, уравнение имеет 2 корня. Подставляем числа в формулу корней. х первое второе равно минус 5 плюс или минус корень из 41 разделить на 4. Корень из числа 41 извлечь неудобно. Он не является целым числом. Но корень этот существует. Это некоторое действительное число. В том случае, когда получаются такие корни, оба корня нужно записывать в ответ. Это 2 различных числа, 2 различных корня. Но вид их достаточно сложен. Давай проверим, правильно ли найдены корни этого уравнения. Проверить можно по теореме Вьета, но теорема Вьета годится только для приведенных квадратных уравнений. Запишем это уравнение в виде приведенного. Для этого разделим на 2 подчлена, получили х в квадрате плюс 5 вторых х минус 1 равно 0. Теорема Вьета формулирует 2 условия. Для проверки в данном случае нам можно проверить только одно из этих условий. Давай проверим второе условие, найдем сумму полученных корней. Находим ее. Складываем минус 5 плюс корень из 41 разделить на 4 плюс минус 5 минус корень из 41 разделить на 4. Это две дроби с одинаковыми знаменателями. Поэтому нам нужно сложить числители и знаменатель оставить общий. Получили минус 5 плюс корень из 41 минус 5 минус корень из 41. В знаменателе 4. Выражение корень из 41 и минус корень из 41 противоположны. Поэтому я зачеркиваю их, они сокращаются и получаю минус 10 четвертых. Сокращаю на 2 эту дробь, получаю минус 5 вторых. Выражение противоположное второму коэффициенту данного уравнения. Для того, чтобы полностью усвоить эту тему, нужно решить не менее двух десятков различных уравнений. Некоторые из них есть в приложениях к данному уроку. Если возникнут вопросы, посмотри еще раз этот видео урок или обратись к учителю в строке комментарии. И еще один совет тебе. Выполни проверку найденных корней, используя теоремию Виета. На этом на сегодня все. До свидания. Продолжение следует...